Привет, друзья! Наверное, каждый со мной согласится, что пандемия, подкравшаяся незаметно, нарушила привычный ритм жизни миллионов людей во всём мире. И если одни в этих условиях просто остаются дома, то есть люди, которые даже в это опасное время продолжают работать для нашего с вами комфорта. И в сегодняшней истории я расскажу вам о человеке, которому выразили благодарность за его работу сотни людей. Но что же такого он сделал, чтобы заслужить такое признание? Обо всём по порядку. Энтони Гаскинс – самый обычный водитель службы доставки UPS, который просто выполнял свои обязанности. Но всё это было ровно до того момента, пока не настал этот год. Год, который напугал всех коронавирусом. И именно в это сложное время водитель-курьер доставил тысячи посылок жителям городка Холсли, штат Вирджиния. Возможно, кто-то скажет, ничего необычного. Но всё дело в том, что мужчина работал не покладая рук днём и даже ночью. И невзирая на опасность заболеть самому, он всегда был улыбчивым и открытым. Был период, когда нам было запрещено просто выходить на улицу. Многих наших хороших знакомых не стало. Сосед, с которым наша семья дружила всю свою жизнь, заболел, а спустя несколько дней мы узнали, что его просто нет. Кареты скорой помощи ездили одна за другой, а мы просто наблюдали в окно и боялись выйти на улицу. Это было сложное время, и никто не знал, что дальше делать. И так уж получилось, что единственным человеком, который связал между собой весь наш небольшой городок, был самый обычный водитель-курьер. «Насколько важное место в этот непростой для всех период занял Энтони Гаскинс, мы поняли лишь тогда, когда столкнулись с элементарными вещами. Заказать еду, получить посылку, отправить лекарства родным и так далее. Мы ничего этого просто не могли сделать, и единственным, кто пришёл к нам на помощь, был именно он. Помню, соседям потребовалось купить лекарства для ребёнка, и они не понимали, как это сделать. И как вы думаете, кто пришёл на помощь? Да, именно Энтони. Он даже в своё нерабочее время участвовал в жизни всех нас и, забыв о себе, просто всем нам помогал. Мы не знали, как его отблагодарить, но точно понимали, что без него мы бы не справились. К тому же он никогда не терял веру в лучшее. Он всегда мог подбодрить и сказать доброе слово, и каждый из нас ждал его приезда, словно дети ждут визита Санта-Клауса. Но Энтони не просто доставлял посылки, он также всегда спрашивал, может ли он ещё чем-то помочь. «В общем, когда пандемия немного утихла, я собрала соседей и предложила организовать массовую благодарность этому человеку, чтобы он знал, насколько мы ценим его ежедневные поставки», – рассказывала жительница Холсли Петти Фридман. Но что же придумали жители города? И, к слову, такого на их улицах никогда не было. Так названное празднование запланировали на 15 декабря. В этот день сотни жителей городка Холсли выстроились вдоль дороги перед приездом Энтони, чтобы поблагодарить за его тяжёлую работу и за то, что даже в своё свободное время, рискуя своим собственным здоровьем, он никому не отказал в помощи. Более сотни автомобилей расположились на обочине, все они ждали, когда же водитель-курьер покажется на горизонте. И когда вдали стал просматриваться свет от фар грузовичка, то начало происходить невероятное. Стоило только автомобилю въехать в город, как дети стали выкрикивать имя героя. В это время взрослые сигналили с машин, звонили в колокола и держали плакаты с благодарностью Энтони за его тяжёлый труд. Даже руководители мужчины решили его поддержать и приготовили подарок. Конечно же, он не мог понять, что происходит, да и вообще такого он никак не ожидал. Представьте себя на его месте. Но когда он увидел своё имя на плакатах, то едва смог сдержать слёзы. «Я точно никогда не забуду тот день. Я и подумать не мог, что для многих людей так важно то, что я делаю. Когда я увидел то, что они организовали для меня, то был шокирован и взволнован. Вы не поверите, но меня всё это так сильно тронуло, что немного позже я заплакал, как ребёнок», воодушевлённо рассказывал Энтони Гаскинс. Ни для кого не секрет, что пандемия коронавируса заставила смотреть на мир по-другому. Многие привычные вещи в сегодняшней ситуации мы не можем делать. Немалое количество людей вынуждены оставаться в стенах своего дома. Но несмотря на всё это, такие курьеры, как Энтони, работают от заката до рассвета, чтобы люди получили посылки. Поэтому жители городка Холсли решили, что Энтони обязан знать, что люди ценят его труд, и он заслуживает сотни, а то и тысячи аплодисментов. Стоит также отметить, что столь массовое спасибо Энтони Гаскинсу не прошло бесследно. Фотографии с этого грандиозного мероприятия уже вскоре облетели весь интернет, и многие люди со всего мира также начали под фото оставлять свои комментарии. Кто просто говорил, что жителям городка повезло с Энтони? А есть и целые посты благодарности. Как добавили жители города, Энтони взял на себя ответственность за наши жизни. Он словно бы человек, который администрирует целый город, и при этом он никогда не показал свои усталости. Он всегда улыбается и идёт навстречу людям. И когда всё это закончится, мы обязательно придумаем, как отблагодарить этого человека материально, ведь он этого действительно достоин. В общем, вот такая вот необычная история обычного курьера, который смог не просто объединить людей целого города, но и даже стать для них довольно близким человеком, сам того не ожидая. А всё лишь просто потому, что ему не всё равно. Друзья, а как вы считаете, достойны ли такие люди восхищения или же это просто их работа? Обязательно пишите своё мнение в комментариях. Ну а на сегодня, пожалуй, это всё. Оценивайте видео и до скорого. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok